Бесконечное лето Все же весьма странно, что никто не удивляется внезапному отъезду. Почему он стал внезапным только для меня? Как будто всех действительно волнует, собрал ли я сумку. К тому же никто не расстраивается, что сегодня мы видимся в последний раз. Вспомнили слова того парня вчера ночью в лесу про то, что все здешние обитатели ненастоящие. Что же, сейчас я готов в это поверить куда больше, чем когда-либо. В ящике стола, откуда появился мой завтрак, лежало множество бытовых мелочей. Я взял карандаш и клочок бумаги. Некоторое время просто разглядывал их, а затем снул в карман. А вот пригодится. Наблюдать сборы пионеров мне совсем не хотелось, поэтому я просто лег на кровати сам, не заметил, как задремал. Разбудил меня чей-то голос. Напротив спиной ко мне сидел уже знакомый пионер. За прошедший день я уже успел несколько привыкнуть к нему и, кажется, даже перестал бояться. Слушай, а почему ты всегда прячешься в свое лицо? Потому что тебе не стоит его видеть. Как скажешь. Не в моем положении было спорить. И что и на этот раз поведаешь? Ты уже узнал, что сегодня последний день смены? Да. И с тем успел пообщаться? Да. И что он тебе сказал? Да ничего особенного, он сказал, что отсюда есть выход. Ты не расхохотался. Да я тоже когда-то в это верил. А сейчас? А что такое сейчас? Для меня есть прошлое, моя жизнь тогда. Он надолго замолчал. Да и то это все было так давно, что я уже не помню. В будущем то же самое, витки, 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 повторения одной и той же истории. Где оно сейчас? Ну, прости, я пока не настолько заблудился во времени, как ты. Ничего, делай наживное. Он завелся дьявольским смехом. Я только одного не понимаю, какой смысл приходить ко мне? Чего ты хочешь добиться? Я? Да ничего. Зачем тогда? Просто ты, он и другие, такие же, как мы, единственные настоящие люди здесь. При всем при том, что он мне уже рассказал, я все равно не был готов до конца поверить, что все местные обитатели всего лишь куклы в какой-то дьявольской пьесе. А ты уверен, что прав? Прав в чем? Ну, вообще прав. А я не могу быть правым или неправым. Не я выбрал этот мир. Не я сам себя сюда забросил. Я просто здесь. И ты просто здесь. Слушай, у меня от твоих философствований уже голова болит. Я сам удивлялся себе, насколько спокойно разговаривал с этим таинственным пионером. Ведь вот она, фантастика, чертовщина, которая творится в этом лагере. Вот объяснение, хотя бы частичное тому, как я сюда попал. Вот те самые ответы, которые я так долго искал, наконец. С другой стороны, мое поведение было весьма логичным. Хотя я и не мог объяснить происходящее. Этот выживший из ума парень только говорил и говорил, но от его слов ничего не менялось. Так какой тогда смысл было его слушать? О нет, ты скоро все сам поймешь. Дверь постучали. Я пошел открывать. На пороге стояла Славя. Ты кольки Дмитриевны? Нет. Входи тогда. Я был абсолютно уверен, что пионер уже исчез. Так и оказалось. Славя села на кровать, а я встал в дальнем от нее углу комнаты, присланившись к шкафу. Она заметно нервничала. Что-то случилось? Нет, просто сегодня уже последний день. Да я уже в курсе, лучше поздно, чем никогда. Ну и я подумала. В смысле, мы же больше не увидимся, наверное. Мертесин, как говорится. Может быть, ты мне свой адрес оставишь, куда писать? И я бы с радостью, если бы сам его знал. Понимаешь? Давай лучше ты мне свой. Я тебе обязательно напишу по приезду. А почему ты не хочешь? Ну, мы просто переезжать совсем скоро собирались, поэтому мало ли что. Лучше я тебе писать буду. Я постарался натянуть как можно более милую луку, чтобы мою вранье показалось правдоподобней. А, хорошо, понятно, тогда ладно. Слая встала и собралась уходить. Подожди, адрес. Давай потом. На ее лице застыло выражение грусти и разочарования. Я закрыл за ней дверь и тут же услышал сзади эхидный голос пионера. Ну что, доволен? Обидел девочку. Чем я ее обидел? Что мне не надо было сказать? Пиши, дорогая, на деревню дедушки. Или оставить арестом, который, может быть, еще не построили? Да, я что? Я ничего. Это твой мир, не мой. В своем уж я как-нибудь разберусь. Последняя фраза прозвучала так, что меня аж передернуло. Знаешь что? Я не успел закончить фразу, в двери опять постучали. Войдите. В домик бежала Ульянка. Зачем пожаловала, миляди? Я излишне наигранно поклонился. Я? Да, я просто. У нее как-то опасливо забегали глаза, и щеки покраснели. Просто хотел попрощаться. Так еще время будет, в конце концов, на одном автобусе поедем. Да, это так, но при всех он как-то неудобно. Неужели ты можешь чего-то стесняться? Я рассмеялся. Ну, она надулась. Просто хотел сказать, что ты на самом деле не такой уж и тормоз. Даже почти, что прикольный чувак. Ее слова меня удивили. Ну, спасибо. Ты тоже ничего. Ну и все. Она выжила громко хлопнув дверью. Что, не ожидал от нее такого? А ты? Я тут не причем говорил же. Просто похоже ты знал, что она скажет. Может и знал, а может и нет. Ты сейчас сюда пришел издеваться надо мной? Я начал выходить из себя. Такая мысль мне в голову приходила. Так какого черта тебе здесь понадобилось? Если мне будет нужен человек, комментирующий все мои действия, найму себе персонального психотерапевта. Думаешь, за все время здесь я еще им не стал? По-моему, за все время здесь у тебя окончательно крыша отъехала. Все психологи немного того. Да, но не все психи психологи. Он громко расхохотался. Чувствую юмора одобряю. Правда, шутки у тебя неудачные. Над кем смеешься? Над собой смеешься? Слушай, если тебе нечего делать в своем мире, иди пообщайся с тем вторым. А тебе есть что делать в своем? Резко парировал пионер. Знаешь, я найду. Вещи соберу из лагеря. Уеду. И что дальше? Что дальше? Не знаю я, что дальше. В таких ситуациях еще не попадал. Веришь, нет? Только ты забыл, что из лагеря у тебя уехать не получится. Да, тут он был прав. Наверное. Если не получится у тебя, не значит, что не получилось у тебя, не значит, что не получится у меня. Хозяин дворин. Зверь с тобой постучали. Настолько тихо, что я еле-еле расслышал. Кого еще черт принес? Прошипел я себе под нос и рявкнул. Майдите? Но дверь не открылась. Да я сам дернул за ручку. На пороге стояла Лена. Похоже, я сильно напугал. Ой, извини, я не хотел. Ты Кольга Дмитриевна? Нет. Сказала она, уставившись себе под ноги. Тогда что же Лене понадобилось от меня? Проходи. Она зашла и в нерешительность остановилась посреди комнаты. Присядешь? Я показал на одной из кроватей. Лена помялась немного, но все же села. Что-то случилось? Нет, просто... Она посмотрела на меня и тут же, покраснев, отвела взгляд. Вот. Лена достала что-то из кровати и протянула мне. Я обомлил. Это был мой телефон. Но откуда? В лесу нашла. Хорошо, но откуда ты знаешь, что это мое? Мне какой-то мальчик сказал. Ты его раньше видела? Не знаю, леса не разглядела, но одет он был в пионерскую форму. Все сразу стало понятно. И тебе совсем не интересно, что это? Я посмотрел на экран, зарядка еще оставалась. Следовательно, для Лены телефон не мог показаться просто куском пластмассы. Не знаю, игра какая-то? Да, ты права. Я быстро ввел в меню змейку и протянул мобильник ей. На, дарю на память. Ой, ты что, я не могу? Лена замахала руками. Бери, у меня дома таких полно. Она посопротивлялась еще немного, но потом все же взяла телефон. И что мне с ним делать? Сломбочками влево-вправо надо есть квадратики и не биться о свой хвост. Ой, как интересно. Она улыбнулась. Спасибо, а ведь у меня для тебя ничего нет. Как-то неудобно. Мне ничего не надо, спасибо. Нет, так нехорошо, сказала она более уверенным, чем обычным голосом. Все-таки сегодня последний день. Да. Надеюсь, мы еще увидимся. Увидимся, я думаю. Тогда у меня для тебя все же есть подарок. И какой? Закрой глаза. Я закрыл. Обещаю, что не откроешь, пока я не скажу. Хорошо. Нет, ты обещай. Ладно, ладно, обещаю. В очередновение я почувствовал легкий поцелуй в щеку. Очень хотелось от глаза, но Лена ведь спросила. Открывай. Комната была пуста. Я думал, она сейчас будет, короче, в нижнем беле стоит. Ну, и Лена. Только и успел сказать я. Ну как, мачо-мен. С того места, где только что сидела Лила, послушал злорадный смешок. Теперь ты и вот так надо мной издеваешься, да? Используя других? Я издеваюсь? Боже упаси. Наоборот, благодаря мне ты получил поцелуй от прекрасной девушки, хоть и в щечку. Тогда мне очень хотелось набить ему морду, но я даже не был уверен, что он обладает физическим телом. Надо полагать, это не последняя твоя выходка. Сказал я, немного успокоившись. Кто знает, кто знает. Разве не весело? Пионер засмеялся так, как, наверное, смеялся профессор Мариарти, предвкушая успех своего дьявольского плана. Тебе-то наверняка весело, а вот мне не очень. Расслабься, осталось всего ничего и пойдешь на второй круг. Когда проедешь десяток, можешь и пить стоп сделать. Правда, я тебе когда уже вряд ли понадоблюсь, сам во всем разберешься. Да ты мне сейчас особо без надобности. Эх, черная неблагодарность. Помолчи, будь дуба. Если бы только... Просто заткнись. Не понимая. Да заткнись ты! Зарвал я так, что стены затряслись. Вдруг распахнулась входная дверь и вошла Алиса. Тебе тут что, белочка на обед заскочила? Испуганно спросила она. Можно и так сказать? Сердит, ответил я. Что орешь-то? Хочется. Я уже понимал, что случайный приход Алисы либо был спланирован этим пионером, либо будет им откомментирован, так что мне захочется забить его гвозди в себе в уши. Совсем уже крыша поехала, что ли? Алиса вальяжно развалилась на кровати. Чем обязан? Просто зашла, а ты тут орешь. У тебя просто ничего не бывает. Делать нечего. Вещь уже собрала скучно. Ну-ну. Если ты думаешь, что я к тебе зашла, потому что... Она злобно посмотрела на меня и отвернулась. После такого действительно не стоило заходить. После чего? Я вообще молчал. Конечно. Зато подумал. Значит, ты и мысли читать умеешь. Так у тебя на лице все написано. Кроме усталости и злобы на моем лице вряд ли что-то можно было разглядеть. И что же ты там прочитала? Не твое дело. Да я, собственно, тебя здесь и не держу. Вот еще. Где я хочу, там я нахожусь. Ты мне не указ. Сиди ради бога. Как не посмотри, общество Алиса было куда приятнее общества пионера. Я откинулся назад и закрыл глаза. Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем Алиса нарушила молчание. Ничего сказать мне не хочешь? Например. Сегодня последний день все-таки. И что, рада? Но... Протянула она не уверенно. Все разъезжаются. Катертью дорога. И все? А что еще? Тебе здесь не понравилось? Ее голос звучал не так, как обычно. Бывало в местах и получше. Да ты такой тупой, что и разговаривать с тобой, только время тратить. Она встала и направилась к выходу. Ага, удачи. Алиса обернулась в мою сторону. Ее лицо исказило гримаса злобы. Хоть бы сказала... Хоть бы сказала, что скучать будешь. Все непременно. Чуфяк. Она громко хлопнула дверью. Дура. Последние мои реплики Алиса, конечно же, не слышала. Своя инравная какая, да? Не хуже тебя. И тебя тогда уж. Конечно, сравнивай меня с собой. Сказал я ехидно. А в чем разница? Мы с тобой в одинаковом положении, просто я здесь несколько дольше. Намного дольше. И уже успел окончательно надвинуться. Не мудрено. Его смех или, скорее, конское ржание выводило меня из себя. Слушай, тебе в кино надо сниматься. Я тебе уже говорил, гневал Лектор из тебя прекрасный вышел. Красный ты же себя психиатром считаешь. Я учту. А теперь мне пора. Может быть, еще увидимся. Вали. Я повернулся в его сторону, но пионер еще уже исчез. Наконец-то. И все же, зачем он приходил? Может, конечно, и правда, что я... Он и остальные такие же. Здесь единственные настоящие люди. Но верить в это не хотелось. Вся его речь была похожа на какую-то сложную игру. Словно он дает мне подсказку за подсказкой, пытаясь навести на что-то. Заставить меня самого разгадать какой-то хитроумный замысел. Что же, получается у него не очень, потому что у меня нет совершенно никаких идей. Время текло предательски медленно, но при этом на часах уже было 5 вечера. Такое случается, особенно часто летом. Если считать секунды и минуты, то кажется, что час никогда не пройдет. А если думать о чем-то другом, то и целый день пролезает незаметно. Я решил, что пора уже начинать собираться. А то вдруг уедут без меня. Покидав зимние вещи в пакет, я только хотел вновь развалиться на кровати, как открылась дверь и вошла в Ольга Дмитриевна. Смотрю, ты уже собрался? Отлично, тогда пошли. Я нехотя поднялся, взял свой нехитрый багаж и направился за ней. Сейчас мне совершенно все равно, что будет дальше. Я уже давно уверился, что от меня в этом мире ничего не зависит. А последние события сделали мою уверенность абсолютной. Может быть завтра я вновь проснусь в автобусе маршрута номер 410, а может не проснусь вовсе. И все вот так вот просто. Оставаться здесь смысла нет, бежать некуда. Получается, что мой единственный выход уехать на автобусе вместе со всеми. Уехать неизвестность. Последнюю неделю я только этим занимаюсь. Плутаю по узкой дорожке в кромешной темноте, не понимая где конец, а где начало. Когда мы уже почти подошли к воротам, я услышал, что кто-то зовет меня по имени. Семен, Семен. Ольга Дмитриевна, я сейчас на секундочку. Давай только быстрее, а то без тебя уедут. Я напрялся к кустам, откуда доносился голос. Семен, Семен. Продираясь сквозь ветви деревьев, я вышел на лесную тропинку. Голос, как оказалось, звучал словно ниоткуда. Вот он вроде бы доносился из-за дерева, а вот как будто из-за спины. Похоже, это один из тех, из паральных миров, но мне казалось, что именно его я еще не встречал. У нас мало времени. Я слушаю. Я знаю, что ты тут уже общался с ними. А, с ним и с ним. Да. Я знаю, что они тебе сказали. Не спрашивай, откуда. Окей. Ты должен знать одно. Знать то, что знаю я. Нас тут не десять, и даже не тысяча. Но многие выбрались. Я пытался переварить все сказанное им и сформулировать нужные вопросы. Почему тогда ты здесь? Я остался. Зачем? Чтобы помочь другим найти выход. Как благородно. Почему я должен тебе верить? Ты уже третий. Точнее, я и сам-то не уверен, что вы все не моя галлюцинация. Дело не в вере. А в чем тогда? Дело в параллельном выборе. Считай, что весь этот лагерь один большой лабиринт, и чтобы выйти, ты должен сделать несколько правильных поворотов. Хорошо. Никак не узнать, какие из них правильные. Ты узнаешь. Пойдем со мной. Куда это? На второй круг. Подожди-ка. Тот пионер сказал, что это твой второй круг начнется у меня завтра. Он мгал. Говоришь и повысил голос. Но он окончательно сошел с ума и пытается уничтожить всех остальных. Если я с тобой не пойду, а уеду на автобусе, то я уничтожусь так. Я не знаю. Так почему же ты так говоришь? Потому что после разговора с ним никто не возвращался. Слушай, а почему я тебе так... Тебе-то должен верить. Я не на шутку разволновался. Если тот пионер всего лишь прикалывался надо мной и вроде бы не представлял собой угрозы, то этот говорил о вещах, которых, похоже, стоило опасаться. Кому из них верить я решить не мог. Эта задачка строит дни попытки узнать у слепого, включен в комнате свет или нет. Он может только угадать. Так и я. Быстрее, нет времени. Подожди-ка. Набирай, идешь или нет. Так. Не ходить за голосом, пойти за голосом. Блин. Я не знаю вообще вот этого чувака, короче. Я с ним... Первый вообще вижусь и слышусь. А вот... Который изначально, да, ко мне появился. Появился. Я его... Видел и слышал уже несколько раз, как бы. Короче, фиг знает. Идти за голосом, который вот так вот ниоткуда появился просто... И типа говорит дверь, верь мне, верь мне. Ну, типа нет, я, наверное, не соглашусь. Нет, знаешь, что я не могу вот так вот за пару минут поверить себе. С тем товарищем я все же знаком поболее, да и аргументы у него весомее. Ты пожалеешь. Эти слова прозвучали, как будто бы из другого мира. Похоже, голос исчез. Конечно, я не мог быть уверен в правильности своего выбора. Это просто решение, обусловленное нехваткой времени. А вот прав я или нет, это скоро выяснится. Через пару минут я уже стоял на остановке вместе с остальными пионерами. Все собрались, начала Ольга Дмитриевна. Сегодня вы покидаете наш лагерь, и на прощение мне хотелось бы вам кое-что сказать. Она заметно нервничала и никак не могла подобрать нужные слова. Надеюсь, что время, проведенное здесь, вам запомнится на всю жизнь, что у вас останутся только приятные воспоминания о совенке. Также я надеюсь, что здесь вы стали чуточку лучше, смогли чему-то научиться познакомить с новыми друзьями. Возвращайтесь в следующем году. Вожатая отвернулась. Похоже, она пыталась держать слезы. Я не ожидал от нее такой эмоциональности. Хотя все равно ее слова показались мне полнейшим бредом, как и всегда. Пионеры начали весело крича и толкаясь загружаться в автобус. Я решил еще немного постоять и попрощаться с этим лагерем. Внезапно захотелось бросить монетку. Конечно, фонтана здесь не было, да и возвращаться сюда желания не возникало. Но ведь это просто примета, а я в них не верю. По крайней мере, не верил раньше. По шарикамов я нашел лишь пару фантиков от конфет, карандаш и клочок бумаги. Вертев их некоторое время в руках, я присел на корточки, положил бумагу на землю и накорябал несколько слов. И здесь не просто так. Успехнувшись своей глупости, я бросил клочок под колеса автобуса и поднялся в салон. Мне досталось место в середине. Но самым странным было не это, а то, что все пионеры сидели по парам, и только я один. Впрочем, какая уже разница. Через несколько часов я либо исчезну, либо начну все по новой. Автобус, мирно подпрыгивая на кочках, медленно ехал в сторону райцентра. За видовшими виды стеклами в непроглядной ночи ничего нельзя было различить. Впрочем, окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего. Я просто сидел и ждал неизбежного. В голове впервые за долгое время было совершенно пусто. И нервы вокруг меня развлекались как могли. У Ленка с Алисой играли в карты. Лена читала книгу о Славе спала. Мику безуспешно пыталась завести разговор с Женей, а та из последних сил сдерживала желание убивать. Электроник шуриком, как всегда, что-то мастерили. Только на меня никто не обращал внимания. Может быть, это несколько надуманное ощущение? В лагере я привык считать себя попом земли. Думал, что все крутится вокруг меня. Отчасти, возможно, так и было, но здесь, если сейчас всего лишь ленинародное тело, лишняя молекула в встроенном узоре кристаллической решетки. Не знаю, сколько мы ехали, но вскоре мне начало отдаливать сон. Я отчаянно боролся с Морфеем, стараясь продержаться как можно дольше. В конце концов, вполне возможно, сегодня последний день моей жизни. Тогда, наверное, имеет смысл цепляться за эти несколько часов бессмысленного, никому не нужного существования. Впрочем, я вскоре устал... Впрочем, вскоре усталость физическая, а главным сонам взяла свое, и я заснул. Я думаю, сейчас заново начнется все. День. Почему-то вот я думаю, что начнется все заново. Резкая боль сковала все мое тело. Особенно остро она ощущалась в висках. Они словно были готовы расколоться на тысячу маленьких кусочков, давая свободный доступ ветру в мою пустую голову. Наверное, я бы не выдержал и пяти минут такой пытки, если бы вовремя не открыл глаза. Я находился где-то, точнее сказать, нельзя. Разум заволокло туманом, а мысли путались. Это то время между сознательным и бессознательным, когда хорошо помнишь сны. Я ехал куда-то в каком-то автобусе, уже почти задремал, как ко мне подошла девочка и начала что-то быстро говорить. Слов было не разобрать, но девочка так выглядела расстроена. Я никак не мог понять, что ей от меня надо. Время шло, она все говорила и говорила без остановки. Это уже начинало меня раздражать. Я хотел попросить и помолчать, или хотя бы умерить свой пыл, но ничего не вышло. То ли у меня не получилось ничего сказать, то ли слова не дошли до нее. И Сэй разглядеть не смог. Лис смотрел и слушал, слушал и смотрел. Наверное, в тот момент для меня это было неважно. Ведь вряд ли обычно запоминаешь, как выглядит наизолевый комар, мешающий спать. Рад ли потом можешь вспомнить чистоту взмаха и его крыльев, или угол наклона носика. Так и эта девочка один из миллионов голосов, которые мешают сосредоточиться, мешают думать, мешают спать. Чем круче становились ее слова, тем тяжелее они доходили до меня. Солон автобуса, растерзанные временем кресла, бугристый пол, ржавый потолок, треснувшее стекло в кабине водителя. Все это уплывало вдаль, вместе с ней. Тогда я почувствовал несравненное облегчение. Не важно, насколько реальным был этот автобус и эта девочка. Они для меня представлялись всего лишь навязчивой мошкой. Вот я уже вижу в абсолютной пустоте проваливаюсь в сон. Бывает же, приснится такое. Вроде бы и не кошмар, но явно что-то не особо нормальное. Я встал, потер руками лицо, чтобы вернуть их к реальности, громко зевнул и собрался привести себя в порядок. Утро сегодня выдалось на редкость сна хмурым. Но найдя в столе пакеты с умывальными принадлежностями, я решил, что можно обойтись и так. Одеться удалось с трудом, очень уже сильно дрожали руки. Я посмотрел на себя в зеркало и по достоинству оценил двухнедельную щетину. Что же, может у Ольги Дмитриевны найдется бритва? И только выйдя на улицу, я понял, что ни в каком я не в пионерлагере, а снова в своей квартире. И вышел я не на улицу, а в коридор. Удивление, смятение, страх, даже ужас охватил меня. Но как? Я сел на кровать, закрыл лицо руками, пытаясь вспомнить события вчерашнего дня. Да, автобус, последний день смены. Да, я заснул и проснулся снова дома. Ну, в общем, до определенной степени все логично. Наверное, основное удивление прошло в первые секунды. В конце концов, то, что я вернулся вот так после недельного отсутствия, не было странно, чем-то, как я внезапно оказался в никоем пионерлагере 80-х годов. События последних двух дней за мгновение пронеслись у меня перед глазами. Тот-то институт пионер, его слова. Но как же тогда удалось вернуться в реальность? Если верить ему, я должен был застрять там навечно, ведь выхода нет. С другой стороны, он был не один. Пионер на остановке и голос утверждал совсем обратное, что оттуда есть выход. Значит, я его нашел, смог вырваться из замкнутого круга. Но как? К тому же теперь непонятно, радоваться мне или огорчаться. За последнюю неделю я так привык к изматывающему внутреннему монологу, поиску ответов и анализацию всего и вся, что просто не мог принять тот факт, не выяснив, почему все произошло именно так. Да, он говорил, что единственный, кто на первом витке узнал существование себе подобных, но что это меняет. В любом случае, вся его теория, все его рассуждения в миг рассыпались, как карточный домик. Теперь предстояло решить, как на это реагировать. Конечно, надо радоваться, ведь я вернулся в реальный мир. Может, последние 7 дней лишь сон? Нет никаких подтверждений того, что я действительно там был. Нигде не видно моей пионерской формы, выгляжу я, как и раньше, на свой возраст. Мобильник валялся на столе с полной зарядкой. Однако память не обманешь. Настолько реальные ощущения нельзя пережить во сне. Да и помню его о всех подробностях события целой недели. Конечно, возможно, все это время я был в коме. У меня вырвался невольный смешок. Нет, это тоже не вариант. Тогда получается, что все хорошо, что хорошо кончается? Вспомнил с последней часы моего пребывания там. Ведь я уже не надеялся выбраться, если не из лагеря, то из той реальности. И уж был готов к еще одной неделе. А потом еще и еще. Я согласился со своей ролью, примирился с судьбой. Да и что мне оставалось после всего случившейся? Я причем вздохнул, с трудом встал с кровати и подошел к компьютеру. Странно, но если верить ему, с момента моего исчезновения прошла не неделя, а всего 14 часов. Новое сообщение в мессенджере. Привет, Семен, классно вчера посидели. Ты нас не забывай, звони почаще. Институтский товарищ, именно на встрече с ними и остальными одногруппиками собирался тогда. И вдруг вернулось все. Больга в окружении, а в комнате повис стойкий запах перегара. Получается, действительно был вчера на этой встрече. И культурно отдыхал. Получается, не было никакого пионерлагеря. Но откуда же тогда взялось столько воспоминаний, эмоций и чувств? Это настолько все непонятно, что я взбесился, начал орать матом, рвать на себе волосы и стучать кулаками по клавиатуре, когда на ней не осталось ни одной кнопки. И я кое-как пришел в себя. Зачем так переживать? Никто же не расстраивается от того, что заканчивается сон или галлюцинацией. Наоборот, зачастую люди этому радуются. Неужели я настолько был готов остаться там, что возвращение в реальность сказалось для меня положение желанным? И тут появилась как будто бы самая верная мысль. Может быть я схожу с ума? Ведь у психов часто бывают видения, которые не выдают за реальность. Да и все предпосылки у меня для этого есть. Вызвылазные сидения в четырех стенах, отсутствие реального общения, куча психологических проблем. Что же это... Что ж, это многие объясняют. Я нервно засмеялся. Тогда мне пора к психологу. Нет уж, к психиатру. Или сразу же в желтый дом. Семен, карету мне. Карету! Сквозь хохот заорал я, что есть мочи. Поручик желает в номера. Стук соседей по батареи кое-как меня успокоит. Если уже накрыло таким глюками, то тут, похоже, может только лоботомия. В прострации я просидел несколько часов. Но я о чем не думаю и ничего не делаю. Просто пиарился в давно погасший монитор. Наконец-то под... Наконец-то подергал мышку и открыл пару вкладок в браузере. Так, что нового? F5, F5. Как будто событий прошедшей недели и не было. Действительно, что горевать о галлюцинации. Реально? Да. Много воспоминаний? Да. Кажется, похоже им на правду. Все непременно. Доказательства? Нет. Вердикт ясен. Дальнейшая линия поведения тоже. Я уже давно понимал, что такой образ жизни меня до добра не доведет. Может быть, я не был готов к такому. Ну и что? Впредь буду осмотрительный в подобных трипах. Вечер. Вереница тредов и картинах несколько отвлекла меня от грустных мыслей и самокопания. Неожиданно выскочило окошко сообщений. Привет, как дела? Ну да, крайне оригинально. Нормально. Конформация в контакте была совершенно пусто. Даже вместо ников стоял всего лишь девятизначный номер. Но по номеру уже нельзя узнать, что это человек на другом конце сетевого кабеля. Ведь так? Хотя, конечно, когда-нибудь все будет по-другому. Монифицированные числовые идентификаторы вместо имен, набор стимулов биографии, несколько байт характера и три с половиной бита чувств. Когда ехал? Наверное, кто-то из тех, с кем я был вчера. Судя по всему, нормально. Все запомнил, что я тебе вчера сказала. Но нет. После дедательной паузы появилось еще одно сообщение. Ясно. Слышать я хотел, кто из какой цели он мне пишет. Пока неизвестный абонент не напрягал, мне было совершенно параллельно. Его присутствие в моем контакте... В контакт-листе. Ну ничего, мы еще встретимся. Обязательно встретимся. Буду ждать с нетерпением. Ага. Хорошо. Пока. Я не стал отвечать. Этот непонятный скомканный день подходил к концу. Ложать спать, я еще раз быстро прокрутил в голове все события, которые не казались реальными. Держи, я проснусь завтра. Может быть, лисунации вновь вернутся? Нет, скорее все забуду. Как ни странно, сейчас я отчетливо чувствовал, что все происходящее реально. Там это в смысле игра, или больного воображения, или правда что-то фантастическое. А здесь реальность. Да, не всегда приятная, не всегда такая, какой хотелось бы ее видеть, преподносящая подобные сюрпризы, но реальность. С такими мыслями я заснул. Постепенно жизнь вернулась в привычное русло. И я стал забывать о событиях той недели. В конце концов, ничего страшного не произошло. Даже если все это было по-настоящему, то что с того? 7 дней в пионерлагере не более. Меня не убили, не ставили надо мной опытов, не промывали мозги. И так ли уж важно теперь, что стало причиной? А если все это было галлюцинацией, то стоит надеяться, что она больше не повторится. Я по-прежнему практически не выходил из дома. Компьютер и интернет оставались с моими единственными друзьями. А клавиатура единственный способ общения с внешним миром. Кнопка F вновь стала главной в моей жизни. Все не так уж плохо, если вдуматься. Однажды на экране вновь повыситился знакомый набор цифр. Мне писал тот незнакомый контакт. Контакт. Привет. Привет. Как поживаешь? Нормально. Наверное, я действительно его знаю. Впрочем, какая разница? Что нового? Ничего. Стабильность признак класса? Можно и так сказать. Понятненько. Для меня разговор был закончен, но для него, похоже, нет. Значит, ничего не изменилось. Нет, а должно было. Ну, все-таки такое не каждый день происходит. И не с каждым. Ты про что? А ты сам не помнишь? А, не понимаешь? Кажется, я начал догадываться. Ты почту, если ты пояснишь. Не вспоминаешь про лагерь? Меня словно током ударило. Все события той недели мгновенно всплыли в мозгу. В руки задрожали, а по лицу потек холодный пот. Я с ужасом оглянулся, ожидая видеть там инопланетян, привидение или смерть с косой. Но моя квартира была, как всегда, пуста. Я выбежал в коридор, тщательно осмотрел кухню и ванну и никого. Наконец-то вернулся к компьютеру. На экране все так же спокойно мигало окно сообщений, словно его содержимое было совершенно необычным. Ты кто? Не попадая по клавишам, с трудом напечатал я. Значит, вспоминаешь. Может быть, галлюцинации продолжаются? Или я никуда не уезжал из этого лагеря? Или все это вообще всего лишь сон? Или... Я не знаю, что сказать. Искренне признался я. Да и наверняка эта сущность, единственное определение, которое пришло мне в голову. Не нуждается в интернете для коммуникации со мной. Ну, можешь ничего и не говорить, все и так понятно. Смайли в конце показал мне исчадием ада, разверзающим свою безобразную пасть, чтобы поглотить меня. Что со мной происходит? Я все-таки решил создать вопрос. Ничего, совершенно ничего. Ты живешь своей обычной жизнью. Лагерь, там все было реально? А как ты сам считаешь? Я не знаю. Если для тебя это было реально, то да, реально. Если нет, то нет. Все просто же. Ничего не просто. Что со мной будет дальше? Прошептал я. Ничего страшного. Похоже, оно действительно меня слышало... А, похоже, оно действительно меня слышало. И без всякого интернета. Ужас ковал все тело. Я закрыл глаза и сжался в комочек. Зачем? Зачем вы все это со мной делаете? Я начал бредить словами. А, слова сами вырывались изо рта. Бессвязный, бессмысленный набор слов. Зачем? Зачем? Почему я? Зачем? Оставьте меня в покое. Я ничего плохого не сделал. Спустя несколько минут я нашел в себе мужество приоткрыть один глаз и посмотреть на монитор. Ты причина всему. Холодно мигало окно сообщений. Что дальше? Скоро узнаешь. На глазах начало темнеть, в ушах зашумело и загружилась голова. Я почувствовал, что со мной... Мое естество вырывается на физической оболочке. События прошедших дней стали каким-то далекими, словно все это было не со мной. Затем из памяти начались истираться воспоминания о лагере, как будто кто-то ластиком тщательно вымарывал написанные карандашом слова. Через мгновение я уже ничего не чувствовал и не ощущал, словно погрузившись в неземное блаженство. Если бы в тот момент меня кто-то видел, то можно было бы заметить, что я улыбаюсь. Что-то залип. Я отправил спамеры в игнор, закрыл окно сообщений, развернул браузер и посмотрел на часы. Скоро выходить, иначе опоздаю. В смысле? Куда? В смысле, куда выходить? Так, ачивка Титан Одиночества. Так, у каждой истории есть начало и конец. У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги. И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывалась бы вещика, на которой раньше не обращал внимания. У каждой истории есть начало и конец. Почти у каждой. И. Так. А, вот и все. Благодарим вас за все время удаленной игре. Окей. Ну, вот такой вот у нас получился сюжет. Мне говорили то, что в игре там можно играть вообще там пипец просто бесконечно, там всякие развилки, вот. Но пока мы этого делать не будем. Вот. Может быть, в дальнейшем как-нибудь я еще раз попробую сыграть, только уже другими путями. Вот. Но пока нет. Пока будем переходить к другим играм. И т.д. и т.п. Видос получился длинный, поэтому я его разделю на два видоса. Так что... Не обращайте внимания на то, что... Видео предыдущее оборвалось, короче. Вот. Резко. Причем. Вот. Ну что. Всем спасибо, кто смотрел. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И с вами был я, Валерий Хаус. И бесконечное лето. Всем пока. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok